О главных событиях дня к этому часу. Александр Захарченко обвинил Украину в мошенничестве в вопросе обмена пленными. Киев на переговорах в Минске уклонился от обсуждения обстрела КПП Еленовка. В Одессе силовики будут стрелять на поражение в случае провокации на 2 мая. Киев продолжает игнорировать выполнение Минских соглашений и комплекса мер и всякий раз, делая один шаг вперед, тут же возвращается на два шага назад. Об этом накануне заявил глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, украинская сторона открыто мошенничает в вопросах, связанных с обменом пленными. Киев продолжает мошенничать, к примеру, показав с одной стороны свою готовность к обмену пленными, с другой стороны игнорирует шестой пункт соглашений – обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». По большому счету, Киев пытается выменять у нас своих силовиков, взятых в плен с оружием в руках, на людей, порой не причастных к конфликту и задержанных украинскими спецслужбами по совершенно надуманным поводам, подчеркнул Захарченко. При этом, как отметил глава ДНР, в украинских застенках остаются тысячи сторонников ДНР, в том числе отбывающих срок исключительно по политическим мотивам. «Все заявления Киева о невозможности выполнения договоренностей, о нашем бездействии и в этом направлении – пустое сотрясание воздуха и попытка оправдать отсутствие политической воли», подытожил Захарченко. Представители Киева на переговорах в Минске уклонились от обсуждения вопросов восстановления газоснабжения Первомайска и обстрела КПП Еленовка в ДНР, повлекшего человеческие жертвы. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дайнега. Представители Украины на встречах рабочих групп по экономическим гуманитарным вопросам всячески препятствовали обсуждению вопросов возобновления Украины и газоснабжения Первомайска, что говорит о сознательных шагах на усугубление гуманитарной ситуации в районе и без того максимально пострадавшим от действий украинских карателей. Уклонилась украинская сторона и от обсуждения вопросами наметного обстрела на КПП Еленовка, в результате которого погибли мирные граждане, заявил Дайнега. Он также отметил, что участник переговоров от Украины ограничился выражением соболезнований, что из уст представителя стороны, открывший огонь, звучало особенно цинично. Советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк заявил, что правоохранители уполномочены открывать стрельбу на поражение в результате агрессивных действий с применением оружия на мероприятиях в памяти погибших в Одессе 2 мая. Он подчеркнул, что подразделения МВД будут жестко реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая, в случае, если возникнут подобные угрозы. Наши подразделения, которые уже находятся в полной боевой готовности, в случае возникновения таких попыток будут действовать жестко и бескомпромиссно. Более того, не доведи Господь, и у таких провокаторов появится в руках оружие. Реакция правоохранителей будет соответствующая, то есть стрельба на поражение, сказал Шкиряк. Редактор субтитров А.Семкин